всех приветствую ребята на моем канале получил недавно посылку коробку конечно скрывал поэтому хочу поделиться с вами этой новинкой это интересный смартфон кстати искал информацию о нем и нашел несколько немецких сайтов вы даже не поверите что свое время а именно 2020 году данный девайс под названием прочитайте сами таскфон данный девайс на одном из немецких сайтов стоит старая цена 340 долларов плюс-минус да он защищен от попадания воды от разбития но может быть немножко усилен корпус такие вот вставки есть у нас но если защита от допустим от разбития тот же экран какое здесь стекло этой информации подробно я не нашел но более детальней расскажу о нем этот таскфон модель t20 так называется данный девайс и данная модель он имеет у нас 5,7 дюйма экран hd качество такой вытянутый немножко здесь у нас 9 android у нас батарейка 4250 заявлено по факту проверим как это будет на самом деле дальше есть еще некоторые особенности вот шторку это все мы рассмотрим более детально с правой стороны у нас кнопка включения выключения и качелька громкости все у нас из металла рифленая очень приятно на ощупь с левой стороны у нас как это отдельная кнопка я думаю что она настраивается и возможно быстрый доступ к камере ну или что-то похожее или вот одно нажатие google ассистент выскакивает и будет вам давать определенные советы и комментарии вот экран кстати у нас на всю яркость он очень яркий так что даже немножко засвечивает камеру вот а если говорить о минималке минималка у нас немножко завышена как по мне поэтому вот чуть выше среднего уровень вполне комфортно пользоваться в помещении на улице максималки я думаю более менее будет хватать левая сторона у нас также имеет вот такую вот заглушку где прячется лоток для sim-карт сейчас мы перейдем к сим-картам вот в этом пакете была был у нас телефон и так как коробка кстати коробка я думаю что не родная потому что на иллюстрациях магазина у продавца обозначено что коробка имеет вообще квадратную форму я думаю раза два побольше и там должны быть бат наушники если я правильно произношу поправьте меня то есть наушники которые по bluetooth которые заряжаются и вот все такое понятно вот здесь у нас наушники присутствуют а значит у нас есть на верхней панели разъем для джека для наушников кстати камера передает такой был более желтизну вот этих отставок на самом деле они такие более оранжевые по крайней мере в живую дальше 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 у нас кабель type-c он внизу и вы обратите внимание что он он просто залит чем-то клеем или герметиком и нет никакой пробки хотя вот как бы углубление подразумевает что возможно какая-то пробочка и планировалась но по факту ее нет доходим до блока зарядки вот блок зарядки мне понравился больше потому что здесь ну по крайней мере на 2018 год здесь такая относительно быстрая зарядка у нас обозначена не знаю родная это или нет но надеюсь что будет поддерживать 12 вольт 18 ватт полтора ампера или 9 вольт 2 ампера вот такие интересные у нас детали но это все интересно у нас вот такая скрепка кстати насчет скрепки думаю что тоже скрепка для лотка что она тоже не родная но хотя я конечно оригинальную не видел коробку но мне кажется что это все просто так собрали и продают хотя все все новое абсолютно новое так что мы получаем выковырять можно здесь есть отверстие чтобы вытолкнуть этот лоток сейчас мы это сделаем вот вы это все видите так вот немножко он выскочил и конечно можно поддеть лопаткой чтобы его достать такой очень крепенький металлический с пластиковой вставочкой в середине две наносинки либо наносинка и карта памяти ну и конечно нужно его обратно затолкнуть все он зафиксировался на месте заглушка вставляется очень плотно ну и вот такая симпатичная задняя спинка у нас вставка вокруг в камеры тоже все рифленое и все у нас металлическая такие вот звездочки у нас винты не знаю насчет разбора судя по корпусу видно что он литой полностью только вот вставки можно снять может быть за счет этих вставок возможно как-то разобрать это устройство но я ремонтами разборами таких девайсов не занимаюсь вот и еще что я сделаю я сниму пленку посмотрим если здесь защитная пленка да у нас есть защитная пленка она наклеена поэтому транспортировочно и я смело снимаю и так дальше устройство 9 android типичный в настройках мы получаем некоторую информацию о смартфоне так языки здесь есть в принципе это международная версия так понимаю здесь не должно быть проблем с языком и русский украинский казахский эти все языки у нас присутствуют так вот в отношении android я уже говорил просто покажу вам что это у нас 9 android последнее обновление системы безопасности 5 октября 2019 года обновлений пока что каких-то не прилетало и вот как новинки представленной чуть меньше года дальше в отношении жестов здесь я не увидел отключение кнопок навигации есть у нас вот такие быстрые доступ камере например на выключить звук звонка и так далее так еще езду распит есть у нас цифровое благополучие родительский контроль специальные возможности у нас есть вот это все можно настраивать например размер шрифта можно его увеличить вот масштаб изображения на экране я так понимаю что можно увеличить и значки на смартфоне давайте посмотрим да они стали немножко крупнее хорошо возможно будет кому-то удобно пользоваться вот но чтобы все было видно я давайте шрифт немножко сделаю поменьше так дальше вот есть какой-то advanced futures так какие-то интеллигентные операции что это такое я ну вот можно сделать скриншот тремя пальцами провести по экрану hotkey меню есть такая такие настройки дальше хранилище у нас используется 14 процентов и видно что чуть меньше 9 гигабайт она занята и понятное дело остается примерно 55 так дальше звук в отношении звука поставлю вам рингтон динамики у нас на обратной стороне он один это фальш отверстие в принципе достаточно громкий скажу что вот как в отношении защищенного смартфона он не такой глухой как некоторые где-то динамик очень глубоко ставят так что в принципе его слышно не так уж хорошо здесь же устройство достаточно громкое еще в отношении экрана я вам показал батарея я думаю что экран так как он hd качество батарея 4 250 но более-менее будет у нас живучая надеюсь на это еще у нас есть nfc тоже интересно проверить будет ли она работать вот в украине например кстати вот заметил что иногда экран не так откликается может быть я неправильно нажимаю или сильно осторожно это делаю nfc у нас присутствует это плюс как по мне вот и вот всякие такие разные другие настройки есть сеть wi-fi подключился вообще без проблем каких-то зависаний что еще хотел я вам показать вот меню как по мне программ лишних тоже нет здесь голый android как принято называть все стандартно единственное что я вот скачал программу девайс инфо все остальное вы видите на экране итак мы получаем информацию что это устройство вот почему-то обозначено как дройки 20 экран hd качество и процессор 6765 конечно медиатек хотя интересно платформа 6765 процессор 6762 в 22 здесь у нас два кластера разделена на по 4 ядра 4 до 2 гигагерц разгоняется и 4 до 1 и 5 гигагерц cortex a53 то есть они все такого бюджетного уровня 12 нанометров техпроцесс графический процессор power vr rock g и 8320 вот такой система вот информация такс таск фон бренд вот такой интересный у нас частота обновления экрана 58 даже не 60 герц но разницу вы особо не заметите 6860 или 58 дальше по памяти 464 я уже говорил камера основная у нас 16 мегапикселей и светосила 2 и 2 немножко прикрыт этот объектив фронталка у нас 8 мегапикселей как снимает тоже мне интересно будет изучить посмотреть и пофотографировать состояние батареи хорошие датчики приложения это все вот такое вот интересно и немножко чтобы вы увидели как показывает картинку как по мне экран довольно неплох да он hd качество но яркости вот цвета выгораний каких-то особых нет ай пиес понятное дело в отношении обоев покажу какие здесь у нас картинки но как по мне такие теплые тона настроить конечно же можно как вам понравится так что устройство я думаю найдет своего покупателя достался он не чуть меньше 90 долларов такова его цена так что в принципе можно брать я думаю защищенный в воде хотелось бы конечно проверить как он будет себя чувствовать это все будет интересно вот если вам будет интересен более детальный обзор на на что способен этот девайс его фото возможности другие там троттлинг тест например то пишите в комментариях если вы знаете что-то более детальнее о производителе таскфонов этих и об этой модели т20 но представьте в германии триста сорок долларов хоть там и были эти наушники беспроводные но как по мне немцы не знаю покупали они или нет но в общем на рынок такое устройство вышло так что рад был поделиться с вами этой новинкой пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь и хорошего вам дня пока пока